В Вологодской области из-за ледяного дождя введен желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, дождь, который начался сегодня ночью, продлится и в течение всего дня. В связи с этим госавтоинспекторы ограничили движение пассажирского транспорта в пяти районах области. Также на дорогах наблюдается гололедица, в связи с чем увеличилось количество ДТП. Одной из них вы можете, кстати, сейчас наблюдать за моей спиной. На территории Вологодской области с начала текущих суток в СИИ с образованием зимней скользкости введено ограничение движения транспортных средств, перевозящих пассажиров, а также крупногабаритных, тяжеловесных грузов и опасных в пяти районах области. Это Череповецкий, Вологодский район, Бабаевский, Сокольский. С начала текущих суток на территории области выпадают осадки в виде дождя и ледяного дождя. На проезжих частях образовалась зимняя скользкость в виде гололеда. Поэтому введено ограничение движения транспортных средств до ликвидации зимней скользкости. С начала текущих суток на дорогах Вологодской области было зарегистрировано уже более 70 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Но если в сравнении с обычными днями, то где-то за несколько часов уже норма суточная. Но водителям, управляя транспортными средствами, необходимо учитывать погодные дорожные условия, выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, боковые интервалы, но учитывать состояние дорожного покрытия, сменить стиль вождения, ну и снизить скорость. Ну, хотелось бы сказать, что дождь, который начался с вчера на сегодня, то есть он был по большому счету, мы знали о том, что он будет. Поэтому совместно с дорожниками были все приняты меры реагирования. И хотелось бы сказать, что дорожники справились с ситуацией на наценку удовлетворительно, так как на 12 часов все автобусные маршруты были восстановлены. Больше 400 рейсов было запланировано с Волгодского и Череповецкого автовокзалов было лишь приостановлено всего лишь порядка 16%. На 12 часов, еще раз повторюсь, все рейсы были восстановлены. Опять же таки хотелось бы сказать о том, что погодные условия продолжают ухудшаться и вся эта обстановка двигается на восток, поэтому не исключено, что в направлении Великого Устюга могут быть также рейсы сегодня приостановлены. Все зависит от погодных условий. Но мы опять же к этому готовы и готовы реагировать. Что касается снегоуборочной техники, то на дорогах регионального значения задействовано порядка 250 единиц техники. Вся она, как говорится, на дорогах и осуществляют дежурные контрольные просыпки и мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин